всем привет хороших вам выходных у нас вот а посмотрите какое небо довольно прохладно довольно свежо я бы так сказала сакуры уже цветают а мы немножко вышли погулять и не хотим зайти во львовские круассаны там всегда музыка поэтому вряд ли поснимаю ну а вдруг они находятся тут прям центре нашего района погода прям класс девочки не успевала на этой неделе ничего снимать вообще работы было столько но я буду стараться надолго не пропадать вот наши львовские круассаны пойдем сюда сейчас погода знаете вот вроде бы солнце но ветер такой довольно довольно прохладный поэтому сейчас нас обед кстати я вам не сказала мы хотим покушать и потом еще пройтись мне нужно на почту посылки позабирать и в еву и на новую почту в общем везде латте со сливками и карамелью был вкусный но если честно для меня такой жирноватый надпись обратите внимание на стаканчики заказали два круассана кебаб и попробовать с фисташками два были очень-очень вкусные мои хорошие мы нагулялись покушали зашли в его я забрала свою посылку на новой почте забрала посылку в корейский магазин в аптеку и в аврору я зашла давайте быстро рубрика чё купила сегодня они у меня несъедобные показываю так зашла в магазин корейской косметики девочки хотела взять вот эту маску ампула фиолетовая что я на днях делала их нет остались только очищающие и против пигментных пятен в общем те которые я хотела их нет я взяла попробовать новые вот такая вот с морской водой и две вот такие они питательные тут все написано увлажнение питания в общем девочки взяла попробовать три вот эти я их никогда не брала цена каждой маски 110 гривен взяла попробовать надеюсь что мне понравится потому что я очень люблю маски я каждый месяц где-то 2 3 4 покупаю в среднем делаю раз в неделю иногда раз две недели иногда два раза в неделю но я больше четырех-пяти масок в месяц ну редко делаю хотя бывает когда очень хочется мне еще немножко гарниер есть плюс 2 которые сестра присылал чем взяла еще три вот такие девочки будем пробовать зашла в аптеку мы болели у меня закончились капли мы я болела потом у анютки был насморк чем купила мент мы без него никуда морались есть вот обычно есть гиалуроновой кислотой в общем я брала в прошлый раз обычную в аптеке сказали вот это лучше мне вообще очень капли морались понравится не реклама нам их назначал врач я обращалась мне не понравились иметь и всегда есть дома и муж себе покупает уже который раз вот с черникой всякие штучки для для вас всегда покупает так это то что я в аптеке девочки купила зашли в аврору ну я не знаю стоит ли вам показывать или нет все я купила себе вот эти салфетки мне нравятся вот эти черные дверь позвонили так значит салфетки вот эти мои любимые черные из авроры и сейчас акция скидка на вот этот кисневый вид билевич мне он очень нравится я вам уже и раньше его показывала сейчас он вообще по 57 гривен можно и одежду и сантехнику все что хочешь я ему даже чищу не скользящий коврик ванне который на дно ложится от воды знаете вопно вот это собирается очищает поэтому взяла и одежду носки белые помните мы с вами тестировали сейчас 57 гривен стоит вот здесь еще у меня есть всякой что всякие штуки но не знаю кому интересно почему же для рыбалки вот такие вот взял я не знаю как это называется всякий вот бубанец какой-то в бывте короба кто там рыбак кто понимает вот еще угадает карась микс аромат микс ну это кто любит сейчас сразу уберу то что рыбацкая это не мне я себе взяла только салфетки вот эту вот классную штуку так сейчас вот это уберу и будем с вами смотреть его посылка с его забирала в магазине и и доставка абсолютно бесплатная магазин она распакованная потому что я в магазине проверяла все ли там то что я заказала не настаивают на этом вот скажем так так убираем все бумажки у меня здесь два две позиции первое это я заказала вот такой арома диффузор с ароматом лаванды кстати я такое не пробовала но очень хорошие отзывы на сайте я почитала слова да сейчас мы с вами тоже полюхом так тут заклеим и возьму ножнички девочки сейчас откроем не заклеена он небольшой этот арома диффузор естественно палочки бамбуковые вот этим он небольшого размера вот такой допустим англышком наверно в два раза больше действительно пахнет лавандой я через вот эту штучку слышу потом накручивается вот такая вот или палочки вставляются будет вот так вот пахнет девочки очень вкусно надеюсь что будет очень ароматно палочки там надеюсь будет очень ароматно все это смотреться дома пока положу сюда назад эту бутылочку чтобы не потерялась крышечка вы знаете я слышу запах уже через коробку и второе что я заказала я недавно девочки у нас есть магазине здесь винницы духи разные и нужно купить как как говорят на распив да то есть чуть-чуть оригинальных чтобы попробовать и мы унюхали нанюхали скажем так мужской вообще-то не мужской это унисекс он подходит и для мужчин и для женщин как по мне он больше мужской не не шаны или не шаны как правильно ну в общем мы купили 6 миллилитров этого парфюма муж просто вот походил с ним аромат просто бомбический очень похож на кредо вентус но в креде я больше слышу что-то такое муховая и черную смородину а здесь я больше слышу ананас но очень похоже на кредо вентус честно ну вот он немножко другой и и почему мы купили муж попробовал и нерве была очень классная акция на этот парфюм так один до февраля двадцать восьмого я не была шикарная и я решила что нужно этой акцией воспользоваться очень красивая коробка мне нравится так давайте откроем а вот тут еще вот так вот такая как она открывается на тянут надо да девочки как открывается ну я не могу я вижу ниточку понимаю что за ней а вот выезжают видите вот такая интересная упаковка открываем а тут вот такой конвертик девочки штука детский наверное театр открытка можно кому-то подарить красивая открыточка такая и вот сам парфюм я влюбилась в него может он унисекс но для меня он все таки так как он открывается боже какой у него аромат и крышка такая красивая так как он вот нишами вот такой парфюм я просто вот его унюхала и я влюбилась и мужу понравилось так сейчас брызну на руку тут ли запах очень вкусный такой знаете чем-то похож на крит очень похож но есть различия конечно это другая фирма но уж очень он вкусный ой как интересно пахнет мне очень нравится а мы на 1 пив вот такой вот купили сейчас брызну на руку себе на эту токтен сравним сейчас запахи одинаково ли все пахнет это мы купили как вот из оригинальных вырезу такого флакона оригинального тебе отливают сколько тебе нужно миллилитров может из 5 или 6 девочки очень вкусно пахнет мне очень нравится и здесь бутылка 100 миллилитров правильно шесту заказывала до 100 миллилитров он такой прям вот знаете есть такое выражение дорого-богато он так пахнет действительно долго и дорого мне очень понравился этот аромат что кто любит критовентус я думаю этот аромат и вам понравится в общем вот такой у меня заказ в еве большая часть подарка это для мужа и мне вот такой вот арома диффузор но это тоже можно считать что мне потому что я всегда выбираю ему парфюмы парфюм в первую очередь должен нравиться мне в каком плане когда человек душится каким-то парфюмом он к этому запаху привыкает он его уже не слышит а я слышу да то есть окружающие и естественно я не покупаю парфюм который мужу не нравится я еще раз скажу мы купили малыша попробовали нам понравился запах и поэтому мы купили большой вариант в еве хорошая цена на него плюс бесплатная доставка мне понравилось поэтому если кто-то ищет что-то необычное хочет удивить свою вторую половинку обратите внимание на этот парфюм он прям он волшебный он классный он он пахнет вот знаете он пахнет очень очень дорого и после стирки вещи сохраняют этот аромат очень такой знаете насыщенный в общем любители вкусных ароматов для мужчин я уверена что вам понравится и еще у меня одна посылка девочки заказала себе на лето футболку и шорты заказывала я там уже на этом сайте не раз сейчас откроем с вами посмотрим по мере и попозже девочки наверное сегодня украине срок завтра фамилию шорты и футболочка видела только на картинке шнурочек уже вижу я уже даже не помню девочки давайте посмотреть так футболка футболка вот такая вот светлая девочки размер 48 как я люблю вот такая футболочка девчонки чуть попозже померяю чисто белая вот такой вот рисунок спереди и из такой ткани как вот здесь вот наши то вот эта штучка шорты таки они не мнутся мне понравилось что они не мнутся такие я все попозже померяю чуть чуть попозже и покажу вам мне кажется летом будет довольно таки неплохо смотреться но мне так кажется симпатично померяю покажу вам у нас изрядно испортилась погода пошел дождь тучи собирались и собрались поэтому хорошо что успели немножко погулять пройтись подышать свежим воздухом и такая погода у нас будет теперь на протяжении всех выходных еще сильный ветер передают поэтому сидим дома сегодня решили приготовить рульку которую я привезла со словакии вот на 8 47 евро только не помнит они килограмм вот 3 99 стоило здесь два килограмма я загуглила как ее готовить ее нужно еще отварить она такая вот как подкопченая нам понадобится целая луковица морковь специи лавровый лист перец у меня смесь перцев и 3 звездочки гвоздики еще можно добавить аниса я не добавляю сейчас будем все перекладывать в кастрюлю заливаем водой это моя самая большая кастрюля на и накрываю крышкой нормально все пропарится добавляем сюда морковь целую луковицу и добавляем наши специи лавровый лист перчик у меня тут смеси душистый икрозовый и гвоздика рулька слегка посоленная сейчас ее проготовлю 30 40 50 минут попробую бульон на соль и тогда досолю так как она уже под копченая нам нужно ее проварить я первый раз такое делаю к это колено готовлю в интернете я читала гуглила несколько сайтов нужно готовить около двух часов поэтому 30-40 минут может быть даже час провариваю проверяю на соль если мне не солено да то я досоливаю будем так так убираем наши пиалочки со специями очень хорошо накрывается все пропарится потом я еще поверну да то есть нужно было на одну рульку написано 3 литра воды самая моя большая кастрюля но все равно на немножко торчит но я думаю это не будет проблема мы ее покрутим все отвариваю покажу вам уже готовый вариант рульку отварили немножко ей нужно остыть она еще такая довольно теплая и после этого буду нарезать мы уже достали из нее косточку это ведь руль когда колено как кто как называет и будем когда полностью остынет я люблю рульку остывшую не люблю горячую мне нравится холодную вот так вот нарезать поэтому буду делать и с этой рулькой точно так же как и я с обычными рульками делал посмотрим что получится она таким знаете пахнет что-то между копченой ветчиной и отварным мясом но очень вкусно пахнет поэтому когда полностью остынет нарежем и попробуем девочки одела костюм сейчас вам покажу отойду шорты с карманами по моему для прогулок на свежем воздухе для поездки например на природу или для путешествия то костюм просто идеальный во первых я думаю что футболка мнется футболка я вижу что это хб а вот шорты мяться не должны вот у нас погода конечно нам не улыбается но как есть нагулялись сегодня мы на улице успели скажем так успели нужно как-то подождать пока закончится этот циклон и я думаю что у нас будет прям такое хорошее потепление все будет прям замечательно девочки еще раз скажу по поводу моей пропажи мне последнее время но просто вот верите катастрофически просто катастрофически не хватает времени мне нужно 25 26 час в сутках буду стараться к вам выходить я буду снимать не обещаю вам ежедневные видео но несколько раз в неделю видео вам обещаю вечерами у меня наверное будут такие более кулинарные блоге мне очень нравится снимать рецепты мне очень нравится ими делиться и я вижу что очень многим зрителям даже которые не подписаны на мой канал очень нравится рилсы с рецептами я их очень быстро научилась делать потому что первый рилсы мне давались очень тяжело но я я учусь я учусь и у меня получается я сегодня была немножко удивлена вообще знаете вот есть люди которые но вот если что-то они хотят то они как бы не заморачиваются удобно ли мне это удобно ли это кому-то сегодня звонок в дверь женщина вешала белье на балконе выше этажом и у нее упала гардина и упала она не на мой балкон а на соседний балкон но она до соседки я так понимаю что не достучалась и дозвонилась не знаю но в общем она начала найти так активно агрессивно я бы даже так сказала тарабанить и звонить нам в дверь чтобы мы я не начала не могу понять что она хочет она так невнятно произносит что-то где-то что-то посмотрите вообще потом мы поняли что она хочет на сам факт с моего балкона достать эту гардину ну практически невозможно и сейчас объясню балкон широкий и у соседнего балкона знаете две вот эти палки ну на которые нужно веревки вешать и эта палка получается вот мой балкон у нас на балконе открывается только посерединке дверь то есть вот эти крайне они не открываются балкон граничит с соседним балконом и вот у того балкона вот этот вот штырек найти который но на который белье до за балкон вешать на него упала эта гардина естественно что с моего балкона нужно открыть и нужно прям вот ну поняли ну прям вот вылезти с балкона то есть ты просто какой-то палкой ты не зацепишь эту гардину мы объясняем женщине что мы не можем ну как бы я не сниму ее вещь до с этого балкона она начинает но я думаю ну как бы но я объяснила и мне не получается я уже проходит минут пять я была уже уверена что она ушла начинается опять звонок у меня собака начинает активно гавкать нервничать она все равно настаивает вы должны снять ну то есть вы едите посмотрите я думаю ну может быть знаете как я невнимательно глянула я выхожу еще раз на балкон понимаю что ну я не достану и физически не достану там нужно самому вылезть из балкона еще и взять в руки какую-то огромную палку ну то есть проще все-таки достучаться до до соседей говорю мы не сможем ну как бы вам снять и тут поймете давайте я зайду говорит и буду ну типа доставать мне как правильно я никогда не нарушаю чужое пространство да это мой день не знаю я его имею право провести так как мне нравится тем более если она повисла у меня на дверце да если это повисло на соседнем балконе нос я так понимаю что соседка работает и ну мало ли где она на работе или в гости пошла но вы сами понимаете да но человек не обязан даже если выходной день сидеть 24 нас много ну это в европе очень часто не работают до выходной день в украине выходной день это принципе если ты работаешь в каком-то магазине торговом центре или в каких-то услугах то у тебя выходной это по-любому у тебя в будни не будет выходной потому что люди кто работает например мне проще сходить в какой-то магазин сделать какую-то большую закупку именно выходной потому что я свободно и не ограничено времени ну в общем я вот знаете вижу цель не вижу препятствий готова была я не знаю вынести дверь выломать ее но пустите меня не буду сама все это доставать во верх мне не хватало чтоб еще какая-то пожилая женщина упала своего балкона а во вторых ну как бы мне кажется проще дождаться когда придет соседка откроет и вы заберете свою вещь то есть просто нужно будет открыть дверь и взять ее рукой без вот этих вот акробатические движения женщина такая ну наверное пенсионного возраста да и вот вы честно это я бы даже сказала это наглость да я понимаю что ей жалко что у нее упала гардина и все такое но как бы рисковать там жизнью или чтобы она я буду за ее держать до чтобы она ее сняла с соседнего балкона но в общем девочки у меня такие знаете эмоции двойственные в общем чувство хочу сегодня сделать я первый раз кое-что что я никогда не делала я надеюсь что если у меня все получится я с вами поделюсь поэтому меня знаете такие эмоции вызвало я очень не люблю когда нарушают мое личное пространство когда люди эти ты в очереди стоишь и помните к вид когда был там полтора метра между людьми и вот кто-то тебе дышит просто вот сюда знаете как попугай на плече сидит и ты делаешь человеку замечание ну то есть это мое личное пространство я не хочу тогда чекам 30 50 сантиметров да я не хочу чтобы но вы нарушали но люди у нас знаете вот иногда им все равно и вот здесь вот мне кажется это просто характеристика она так волне понимаю она волновалась за эту шторку она волновалась эту картинку но подвергать риску мою жизнь свою чтобы мы свешивались балкона но мне нужно не знаю вылезти на табуретку еще и вылезти еще и с палкой понимаете ну то есть выпасть балкона я живу не на первом этаже как бы ну и рисковать ради какой-то шторки я не буду я считаю что это бессмысленно можно подождать пока придут соседи и вот знаете когда к вид был вот этот вот попугай сидящий на плече и дышащие тебе в шею из даже сейчас вот очень часто вот ну ладно там троллейбусе ты едешь может такое быть когда троллейбус набит да и по-другому кроме как близко друг другу стать невозможно но я вот недавно ехала в троллейбусе и место я вам скажу было предостаточно вот прям предостаточно я заплатила за проезд я садилась на конечной то есть были сидячие места я села спокойно ну то есть я никого не прогоняла мне никто не уступал место троллейбус автобус был не набит заходят люди вот много места вокруг и у женщины сумка такая сумка но там не за продукт она купила такая большая знаете в автобусе полно места ну вот его просто много она берет эту сумку начинает ставить мне на обувь у меня светлая обувь я на нее смотрю знаете просто просто вот на ноги понимаете на ноги хотя вокруг место ну полупустой даже сидячие были я понимаю что они там грубо говоря там через пару сонок выходить она не хочет там заходить губ троллейбуса ну можно же поставить как-то вещи вот есть люди которые знаете не соблюдают не уважают я бы так сказала да какие-то личные границы другого другого человека и вот как сегодня да я говорю что я не достать с этого балкона не давайте я зайду и буду доставаться мы горю нет решайте свои вопросы как бы по-другому не хватало мне еще потом объяснять почему мне какая-то бабушка выпала с с балкона до с верхних этажей ну честно ситуации конечно разные в жизни случаются происходят но люди наверное мне очень нравится когда вот есть какие-то четкие границы до которые мы друг другу не нарушаем поделилась я с вами эмоциями потому что ну меня это прям вот как правильно сказать мы сегодня прямо забеспокоило и вы знаете такой настойчивый звонок и эта женщина когда-то к нам приходила еще наверно сверху живет у нее не проходили трубы и проблема была у нее что-то там забились трубы но она пыталась договориться с нами чтобы мы пустили мастера который разберет нам все из нашей квартиры но вы поняли да будет прочищать ей трубу я говорю вы меня как бы извините но у меня говорю вниз да вот я допустим там открыла кран вода вместе 4 у меня проходит она раз ушла возвращается опять и вот те же самые ситуации поймаете и вот люди как бы им все равно насколько сколько ты доставишь неудобно другому человеку главное чтобы было удобно тебе вакеток никогда не поступать сталкивались ли вы с такими людьми в очереди это когда тебе дышат аж в затылок в шею еще какие-то ситуации просто меня они ставят иногда в ступор мне очень нравится когда ты едешь да я никогда не буду там на человека какие-то вещи да да даже бывает едешь в общественном транспорте и человек тебе может предложить ставьте допустим там сумку возле мне там неудобные он сидит ему нужно сдвинуться чтобы я притулила там этот пакет или сумку если я что-то везу а здесь как бы вот прям вот при тебя не знаю ощущение такое что на голову сейчас поставят чем сталкивались ли вы с такими людьми и какие эмоции они у вас вызывают сегодня проводить как-то наш день в общем я довольна костюмчиком для прогулок мне кажется прям самое она была все равно у меня девочки полноценный хороший еще не наладился хотя уже прошла почти месяц но горло уже не болит она не красная но он как бы стабилизируется но идеальным не становится чем пожаловалась вам по я по я бедничала что меня беспокоит но реально беспокоит понимаете не люблю я такие ситуации завернусь к вам через секунду сегодня за продуктами не ходила а сделала заказ в сельпо принесли вот так вот два пакета доставка на дом оплачивала картой скажу честно делала заказ на дом первый раз до этого всегда сама ходила в магазин пакеты с номером заказа все помечено сейчас будем с вами смотреть и надеюсь что привезли все что я заказала вот мне сегодня захотелось чтобы я не носила сумки а мне просто все принесли домой давайте посмотрим рубрика тебя купила буду доставать с пакета выкладывает на стол зеленый лук заказала салат заказывала два но один уже анюта забрала он сверху лежал так а тут видите наклейки прям делают заказ номером заказа сливочное масло самое же мои любимые батончики давно их не заказывала не покупала десяток яиц надеюсь яйца целые да все целенько гранат анюта попросила гранаты кстати выбрали такой спелый такой вот видите вот это будет спелый сладкий гранат то нет анютка попросила у меня закончился чеснок здесь 6 еще один батончик творог у него была хорошая цена сегодня скидка 5 процент здесь 300 или 300 350 грамм я заказала две вот такие вот упаковочки сыр ягодинский мне под видео львовский сырник начали писать почему сырник это творожная запеканка украинскую мовую творог цесыр цесырник так это первый был пакет он был маленький это батат давно хотела батат я в швейцарим объедалась как-то приехала сюда я за него забыл скажем так дальше молоко белый обычный батон здесь у меня перец кстати перец два классных один какой то видите такой завтра первым съем три перчинки я заказала капи и несколько помидорчиков для салата я не набираю много потому что она все быстро портится мне кажется проще пойти купить несколько помидорчиков съесть и купить еще это перец и помидорчиков мне нравятся вот такие вот пакеты так дальше у меня закончился уксус оцет яблочный давайте сюда поставим так мой любимый майонез майонез не знаю но вот у меня почему то ассоциация с детства в таких стеклянных баночках ой 250 грамм продавался майонез и вот этот винницкий он прям вот на вкус как тут в детстве не знаю прям один в один так что это у нас кефир тоже бутылочку заказала или оладушки или во всяком так это у нас патте закрыт риски такая баночка дальше сыр клуб сыра нуар он такой знаете прям тверденький такой хороший это 300 грамм заказывала два кусочка так дальше мой любимый флида финский он такой вкусный черный просто обалденный кто не пробовал рекомендацион так дальше молодая капуста как раз небольшое такое мне положили свеженькую для салата как раз хочу капусту помидоры перец будет очень вкусно зеленый лук так сосиски филейные бащинский это константиновка наша кстати они действительно очень вкусные не потому что это константиновка потому что они действительно очень вкусные так вершки сливки апельсины они у меня любят апельсины такие небольшие хорошие это я египетские заказывала так сюда пока поставлю все упаковали тоже я заказала филе бедра без косточки я заказала крылышки мы любим и у нас очень сильно крылышки любит буля крылышки она у нас на естественном не ест корма у нас а кушает обычную еду курочку любит такое все сейчас я вам покажу так издалека здесь овощи батат помидоры перец тут еще чеснок вот капуста творог и кефир хлебушек зеленый лук вся эта покупка вышла на 1488 гривен с копейками оплата проходит через apple pay через карту то есть приблизительно я выбрала на эту сумму плюс-минус так как есть продукты которые нужно взвешивать там апельсины батат все взвесили и снимают ту сумму с чеком естественно которую тебе нужно получалось получилось у нас сегодня вот такая рубрика чу купила в принципе один перчик немножко какой-то такой как с полосочками но не испорченный все остальные овощи фрукты я уже так апельсинки покрутила все ок такие все тверденькие ну то есть ничего мягкого я указала тонко шкуры чувствую такие нормальные отобрали апельсинки и курочка хорошая но как бы все хорошо запаковано все хорошо упаковано как я люблю так тут более пришла нюха и пакеты в общем надеюсь рубрика чу купила вам понравилось сериал на выходные фарго мне очень понравилось мы просто проглотили первый сезон супер буду смотреть дальше знаете такой детектив с такой интересной ноткой изюминкой уверена вам понравится офисом